С початкой студии не обменены дорожные сборы. Замес его уведенный транспортный податок. Его помер меньше, чем держпошлина. Это позволяет отвязать оплату дорожного сбора от прохождения техогляду. Таким чином будет выраженное пытание притягнение до финансования расходов державы на развитие дорожной инфраструктуры автовладательников, которые ухилялись от оплаты держпошлины. Марина Северянова с подробностями. Александр Коваль на диагностичную станцию первого автопарка приехал с самой ранницы. Каже, не ожидал, что будет такая черга, ожидающих пройти техогляд. Скажите, пожалуйста, долго ли вы ждали свою очередь? Да, конечно, с 9 утра ожидал. Вот, только заехал. Это была живая очередь? Или вы записывались? Нет, это живая очередь. А вы уже были на каких-то других станциях техобслуживания? Я каждый год здесь прохожу, поэтому мне здесь нравится. Но в этом году все сложно. Вы сегодня уже будете спокойны? Наверное. Яшадин Александр каже, что на диагностичную станцию приехал не за ажиотажом, а потому что просто так привык. За рулем с выше 20-х годов. И безпека на дорозе, яка у Тымлику залежит и отстану автомобиля, завсёды на первом месте. Сколько ждёте в очереди? Ну, часа 2-3 где-то так. Какой вы были по счёту? А я даже не считал так, сколько по времени. Почему решили одним из первых пройти техосмотр в этом году? Ну, потому что, я говорю, всегда прохожу, как положено, техосмотр и решил, вот срок заканчивался и решил пройти. То есть это не потому, что ажиотаж, а потому что вы просто так привыкли заканчивать и сразу проходить? Да, да. Чтобы проблем не было нигде ни на дороге, ни с ГАИ. Ну, чтобы не нарушать ничего правила. На диагностику автомобиля отводится до 18 хвилин. За этот час треба проверить больше 30 позиций. И когда еще у Снежной сюда приезжали около 30-40 машин в день, то у горячей студенческие дни у троя больше. Так, у Чора, от их огляд, прошли больше 120 автовладальников. Сегодня, в середине працонного дня, свыше 80 транспортных сродков. С начала вашей сегодняшней смены какая машина уже у вас? Ну, по счёту сказать не могу, потому что, ну, где-то на двоих около 70 машин уже проверили. То есть... Непривычно много? Ну, да. То работали не спеша, а сейчас нагрузка немножко увеличилась. Ну, мы думаем, вступаемся с этой задачей. На диагностичной станции кажут, что на тех огляд стало приезжать шмот автовладальников, которые годами его не проходили. На питание, чему, тлумачить, что машина была несправная. Але одразу видно, что причина не в этом. Ну, у нас такие есть, вот люди приезжают с 16-го года даже, они проходили, задаём вопрос, почему вот, где вы были эти годы? Он говорит, что у меня машина была сломана, а машина там, смотришь на неё, она где-то как с салона она, можно сказать. Ну, то есть отвязали дорожный сбор, люди поехали. Сколько составляет сейчас прохождение техосмотра? Ну, вот как эта машина легковая, она работает двигатель бензиновый, значит, 23 рубля 70 копеек. И плюс допуск? Допуск 8,70. То есть теперь это стало вполне бюджетно, можно всем пройти техосмотр наконец? Конечно, я так думаю, что да. До речи, как не займать чергу удовгим ланцугу машин, записаться на техогляд можно онлайн. Очень хочу пройти техосмотр, и не хочу стоять в большой очереди, я знаю, что есть онлайн записи. Расскажите, пожалуйста, пошагово, я думаю, что это интересно не только мне, но и нашим телезрителям. Как это сделать? Нужно ввести в интернете автобусный парк номер 1, филиал Гомерл Бултотранс. Заходим на официальный сайт, у нас имеется диагностическая станция номер 37, выбираем, выбираем онлайн запись, выбираем день, который вы хотите, выбираем время, на которое... Ближайшее, я нашла, 12 января, 10.30. Выбираем. Записываемся. Далее. Вводим свои данные, номер телефона и сохраняем. И когда мы приходим сюда, то мы должны куда-то показать, что мы записаны? Будет вывещена бумажка с вашим номером автомобиля, вашим мобильным телефоном. При заезде на станцию вас примут без очереди, ваше время. 5-10 минут разбежки. Але автовладальникам варто не забыть не только про прохождение техогляду. Своечасово треба платить и транспортный податок. Его ставки в правонане с померами держпошлины значительно ниже. Те, кто в 2020-м оплатил держпошлину, не будут платить транспортный податок до закончения термина «яедение». 2021 год является переходным годом. То есть в этом году уплата будет произведиться на основании извещения налогового органа. И она составит для всех транспортных средств одинаково одна базовая величина. В последующем, в 2022 году, налоговыми органами будет производена пересчет в зависимости от времени пользования транспортных средств, от категории транспортного средства. Будет зачтена та одна базовая величина, которая была уплачена в 2021 году в качестве авансового платежа. И налоговыми органами будет опять-таки направлено каждому владельцу извещение налогового органа, по которому ему надо будет уплатить с конкретной суммой и сроком уплаты. Срок уплаты в 2021 году не позднее 15 декабря, одна базовая величина, а по 2022 году – это уже не позднее 15 ноября. Контролевать оплату транспортного податка будет податковая инспекция. Поэтому ухилиться от его оплаты на аурации отримается. Принесив Рьянова Валерий Гопанько от «Телера» до компании «Гомель».